Доброе оранжевое утро, дорогие друзья! Доброе осеннее утро! Прекрасное время для того, чтобы сделать прекрасные фотографии. И не только! А еще можно, кстати, осенью очень классно читать книжки, например, самым разовываться. Анна Маслова сегодня презентует нам свою новую книгу «Как приручить вдохновение». И у нас сегодня в студии автор этой книги, фотограф Анна Маслова. Доброе утро! Доброе утро! Меня зовут Евгений Чурилин, Алена Чурилина и, конечно, в первую очередь, очень интересно... В первую очередь мы снова рады встрече, да? Снова рады встрече, это безусловно. И, конечно, интересно узнать, ну вот как так книга-ловушка для идей? Ну это такой особый формат, новый формат книги, когда вы хватаете идеи, вообще все идеи, я думаю, что к вам в голову каждый день приходит что-то интересное. Ну да, конечно, безусловно. Приходит, но почему-то оно приходит, проходит полчаса, вы думаете вначале, боже мой, какая классная идея! Проходит какое-то время, вы говорите, да нет, она что-то какая-то, она может быть классная, но что подумают другие и начинается. Вот, и буквально через несколько часов ваша идея просто умирает. А, то есть у нее, у любой идеи есть время жизни, да? Да, время жизни, вот. Поэтому пока вот она появилась только, вам нужно ее... Что с ней нужно делать, да? Поэтому вот эта книга, она как раз для этого и создана. То есть как появилась идея, вы ее хватаете, записываете в книгу, и потом сразу можно сделать что-то про нее, какие-то первые шаги. Обработать, да, эту идею? Да, да, да. Или приступить к ее обработке? Ну, например, можно позвонить какому человеку и сказать, дорогой друг, я придумал такую идею, и там, а давай сделаем. Вот, обычно люди, даже если это сумасшедшая идея, ну, например, тут же концерт или фортепиано и ста камер, да, 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 вот. Они, говорят, они сначала, они говорят, они так сначала большими глазами смотрят в трубку, потом говорят, ну, а почему бы? Нет, это уже интересно. То есть первая задача, нормальный вообще нет, вы на планете Земля живете, ну, хорошая идея, да. Подождите, а как приручить вдохновение, это вторая книга, а вот первая, наиболее актуальна для тебя, Евгений, как приручить фотоаппарат. Я объясню ситуацию, да, просто, ну, мы же семейная пара, да, и очень часто возникает такая ситуация, дорогой, сфотографируй меня. И все 500 фотографий, которые он делает, оказываются негодными для публика. Ну, хотя бы одна из них. Нет. Я так думаю, вот, как приручить фотоаппарат, как приручить мужа, чтобы он научился владеть? На самом деле книга «Как приручить фотоаппарат», она очень такая хитрая книга, вот, потому что, с одной стороны, она очень легкая, там много картинок, и написана очень простым языком. И, хотя я писала для взрослых, ее часто покупают и детям, и дети радостно ее читают, то есть она им нравится. Ну, здесь иллюстрации, на самом деле, очень интересные, очень живые. Расстояние до уточки, вообще великолепно, а на самом деле это шпаргалка по глубине резкости, то есть как бы... Да, да. Нет, я на самом деле, да, оценила иллюстрации, и это действительно делает книгу о серьезном несерьезной. Да, вот, ну я вот, да, продолжаю, то есть она, с одной стороны, легкая, но там даются фундаментальные вещи, серьезные вещи, которые называются ручной режим М, то есть это полностью руками, когда вы выставляете все параметры, то есть это осознанная работа с камерой, вот, и, конечно... Если честно, у меня не очень получилось, потому что там очень много крутилок с разными, и там на дисплее отображается, здесь вот одно, здесь другое, здесь третье, здесь пятое. То есть метод научного тыка не работает, да, при работе с фотоаппаратом? Ну, он работает, но очень такой долгий путь, а этот путь, он уже давно уже короче. Короче быстрее, да? Да, 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 вот. То есть это начало, если вы хотите осознанно фотографировать, потому что когда обычный человек начинает фотографировать, он как, он что-то снял, у него получилось, он такой, ура! Я буду фотографом? Да, нет, да, у него получилось, потом снимает что-то другое, говорит, я не понял, а почему не получилось, вот, и как раз эта книга, она помогает снимать осознанно, чтобы всегда получалось, вот, а чтобы получилась жена еще, прям вот замечательно, это еще нужно свет, конечно, да. Это нужно жену нормально. Насчет с самого первого ингредиента, да, жена. Жена, начнем с жены, да. Да, вот, и нужно еще, нужно, конечно, следить со светом, поэтому, если вы поставите свою замечательную жену куда-нибудь на хороший свет, например, к окошку, все получится. А если еще при этом хороший интерьер? Да, да, интерьер уже небольшой. То есть сразу везти в фотостудию, как я понял? Не обязательно, главное к окошку, вот если есть окошко, все будет хорошо. А, все, это уже вот успех. Окошка лучший друг, да. Интересно. Вот у меня, кстати, всегда был вопрос, да, по поводу фотостудии, где лучше получаются фотографии, зависит ли это как-то от фотоаппарата, то есть это, допустим, открытое пространство, да, и сейчас действительно прекрасная пора. Ну, возьмем, например, то же самое улице, парк. На улице совершенно потрясающих, да, или, допустим, это студийная фотография, или интерьерная фотосъемка, или это, допустим, домашняя фотография. Что лучше получается, от чего это зависит, от фотоаппарата, от фотографа или от того, что вокруг? На самом деле я не рекомендую ходить в студии, честно. Серьезно? Да, да. Удивительно это, на самом деле, слышать от фотографов. Потому что, например, семейная фотосессия, когда вы идете в фотостудию, и там стоит нарисованный камин, да, как у барачина, то, на мой взгляд, ну, это как будто, то есть люди выглядят очень инородно с этим камином, потому что там человек пытается создать какую-то там имитацию красивой семьи, но видно, что это не его интерьер. Поэтому я всегда рекомендую своим клиентам, когда они говорят, пойдем в студию, говорю, чуваки, давайте сначала попробуем дома, потому что оказывается, что есть красивая дача, есть именно, есть места, которые напитаны именно вот воспоминаниями. Это намного важнее, чем вот эти вот красивые камины, которые, на самом деле, да, они очень чужие, они, ну, они инопланетянские практически для вас. Если у вас нет дома камин, нету камин, да. То есть, получается, человек соответствует, ну, пытается во всяком случае, да, соответствовать тому, что ему там, например, ну, там, красивый интерьер, да, и он там как-то меняется и начинает выглядеть неестественно. Мало того, что там вокруг не его, и он еще и сам не свой, так получается? Да, да, но это некомфортно просто даже. Ну, представляете, вы пришли в какое-то незнакомое пространство, у вас нет рядом домашних тапов, которые можете, ну, условно, да, там, не глядя встать и пойти, да, вот, то есть, поэтому, конечно же, все... Фотографии, которые вот с этими каминами, которые, да, вроде бы интерьер красивый, но он красив, опять же, с точки зрения, прежде всего, декораторов. Декораторы молодцы, они делают красивые интерьеры. Но с точки зрения фотографов это не очень хорошо, потому что эти красивые интерьеры, они просто забивают моделей своей красотой, знаете, свечкой по голове, так... Я красивый, вот, поэтому, конечно же, если даже я попадаю в такой интерьер, я начинаю его разгребать. То есть, это лишнее, это лишнее, да, все в сторону разгребают. Хорошие обои, все нормально, и ковер ничего, да, все остальное убрать. Поэтому я считаю, что можно снимать хоть где, можно снимать и на телефон, главное, чтобы это было искренне, и чтобы там было много света. То есть, вот, если есть хороший свет, и если вы радуетесь своим близким, то, поверьте мне, фотография получится замечательная, даже на... Ну, и фотограф адекватен. Ну, это да, безусловно. Хорошо, тогда все-таки, а вот, например, как насчет улицы? Вот сейчас, нет, просто действительно хорошая пора, и я видел несколько мест очень уникальных, я обязательно о нем расскажу, наверное, чуть позже. Вот оно прям, но исключительно его нужно ловить несколько дней. Вот это называется пора золотая осень, когда вот прям все желтое, и еще пока не осыпалось. Желтое, красное, много, да, без трансляции. На самом деле, именно такое осеннее. Так вот, на улице, например, да, вот у нас есть много парков в городе, где можно просто приехать, взять фотоаппарат, да, и попробовать пофотографироваться для того, чтобы получились какие-то хорошие, интересные фотографии. Можете посоветовать какие-то интересные места, например, какой-то парк? На самом деле, любой парк хороший, но, опять же, можно не стремиться прямо в парке, потому что парки обычно, это много народу, вот, много народу, да, и там везде стоят урны, знаете, то есть там, так смотришь, там так, тэн-тэн-тэн-тэн, там скамейка, урна, скамейка, урна, скамейка, урна, это классно, что есть урна. Здесь работает искусство кройки житья, ну, там, отрезать что-то, замазать на фотографии в фотошоп. Невероятно, что у вас, даже если вы выйдете в свой двор, вы найдете там замечательный, красивый желтый куст, вот, и у одного вполне хватит для того, чтобы сделать фотографии. А, то есть, получается, места там много или не надо? То есть, можно, да, то есть, можно же снимать крупные планы, да, то есть, когда вы берете человека, ставите его, условно, в куст, практически, да, это похоже чем-то, есть картина Врубеля, сирень, по-моему, называется. Это когда куст сирень, и девушка стоит, вот, поэтому можно, да, то есть, можно вдохновляться Врубелем, в данном случае, и фотографировать таким образом, то есть, куст и человек, да, для этого не обязательно ехать куда-то, потому что, опять же, когда вы находитесь в парке, фотограф всегда привлекает внимание повышенное, ну, мы с вами, то есть, мы, такие, знаете, на нас очень интересно смотреть, вот, конечно, я к этому привыкла, вот, а ваша модель, она может стесняться. Вот, главное, не стесняться, дорогие друзья, мы предлагаем вам не стесняться и не переключаться, сейчас будет программа новостей, после чего звездный прогноз, и мы вернемся в студию. Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что включил телевизор и смотрит нашу передачу. Да, и правило первой части нашего интервью, не надо стесняться, как говорил уважаемый Иван Дорн, и также, да, и также говорит наш сегодняшний гость, Анна Маслова, автор книги «Как приручить вдохновение», и она же автор книги «Как приручить фотоаппарат». Самое главное при съемке Луны – это фокусное расстояние объектива, и чем больше фокусное расстояние, тем симпатичнее будет Луна. Вот какой совет я нашла в книге. Тонко. И это не единственный совет, да, здесь в книге подробное описание, технические какие-то настройки, как, что делать, если нет штатива и много всяких других хитростей, поэтому книга интересна, я даже не знаю, для кого эта книга, это книга для специалистов в области фотографии, или это для профанов. Как указано внизу. По типу Евгения, которые хотят стать специалистами в области фотографии. Да, я хотел бы стать фотографом. На самом деле, эта книга для меня 20 лет назад, когда я только начинала, я гуманитарий, я абсолютно… Все просто, да, вот так? Да, для меня все технические вот эти термины, это был, знаете, такой темный лес, то есть я начинал читать инструкцию, у меня мозг был, ой, все, короче. Вот, да, 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 вот, и книги по фотографии, которые тогда были, и сейчас, вот, в большинстве, они, знаете, они такие очень… Пафосные, очень умные, они говорят очень в серьезном языке, такие в очках, ботаники, прямо. Вот, и я… Стереотипно, стереотипно, но все же, да. Да, да, но это очень сложно, то есть и мне было безумно сложно, то есть я лет 7 вообще, на самом деле, очень долго просто понимала, что же это вообще даже. Вот эти три параметра несчастных, то есть это сейчас кажется, ну, боже мой, это же так просто. На самом деле это было действительно очень сложно для меня, поэтому, когда я начала учить людей, я поняла, что эта проблема, она, ну, то есть вот эти вот, вот эта проблема с умными параметрами и прочее, она, ну, она глобальная, ее действительно очень много. Вот, поэтому я, когда написала эту книгу, оказалось, что ее с радостью читают и взрослые, и дети… И в России, и в Польше, да. И в Польше, и в Эстонии, вот сейчас в Германию она ушла, и в Америке, то есть и в Новой Зеландии, то есть она сейчас просто идет по миру. И вот я говорю, у меня был недавно такой случай, когда мне написал человек из поселка Провидение, Чукутка, то есть это… Ничего себе, не близко. Ну, это, да, то есть это край света, мне писал «Здравствуйте, Анна, могу ли я по вашей книге преподавать детям фотографию?» Я сказала «Да!» Как учебник. Да. Новый статус книги. Да, это учебник, вот, и на самом деле мне многие люди пишут даже, вот, из андоязычных стран, говорят, что вот у меня эта книга пришла, и меня увидел мой преподаватель по фотографии, ну, вот, в университете, говорит, а где ее можно купить, вот, если она на английском, и мы сейчас переводим ее на английский язык. То есть сейчас вот работают переводчики, но так как у меня язык, он такой странный, поэтому там сейчас работают на дне два переводчика-носителя, два редактора литературных, я чувствую, что они работают и плачут. Да, иногда бывает очень сложно перевести. Нет, ну, книга ушла в народ, и это успех. Да, конечно, безусловно. Да, с чем мы вас, безусловно, поздравляем. Еще я хотела спросить, как приручить вдохновение, это о чем? Это о том, чтобы получались красивые фотографии, чем вдохновиться, ведь правда? Да. На самом деле вдохновение, это прежде всего работа, то есть это умение слушать себя, как я говорю, что у нас сумасшедших идей у каждого целая куча, вот, главное, потом просто эту идею доводить до конца, вот, и в этой книге, это собран мой опыт, это опыт моих учеников, как сделать так, чтобы действительно брать идею и доводить ее, то есть это книга, с которой нужно работать, это новый формат, то есть ее нужно держать на столе, к ней нужно постоянно возвращаться, плюс там есть большой внушительный список фильмов, которые нужно посмотреть, для того, чтобы вдохновиться. Да, то есть это не вторая часть вот этого? Нет, нет, это дополнение. И это не о фотографии, это о мотивации, да? Это больше о мотивации, это о схеме, о механизме, как, собственно, сделать хорошие съемки и не бояться своих идей, вот. Нет, ну, на самом деле уникально, это получается вот как раз вторая книга как дополнение «Как приручить вдохновение». Первая книга была «Как приручить фотоаппарат». Удивительно, мне очень нравится то, что здесь внутри в книге есть банка опыта, что получилось, а что не получилось, да, и как бы не копай себя, ищи полезный опыт, это очень классно. То есть фактически, когда у тебя возникает идея, ты ее записываешь, осуществляешь каким-либо образом и потом вот записываешь здесь аккуратненько, посрочно, значит, например, что получилось, да, получилось сделать, сделать там картину, там, общий план, например, да, не заварить горизонт. Тогда там вначале идет раздел «Теплица идей», когда вот получилась идея, у вас появилась, вы туда все записываете. Так. Вот, а потом вы берете из этой «Теплицы идея» идею, относите уже в домик идеи, там вы ее раскрываете, вы пишете, там, я позвонил там Машеньке, там, договорился там о съемке и так далее. То есть когда, то есть вы пишете там всю подготовку, все телефоны, и когда уже съемка случилась, вы уже вот идете в банки опыта и пишете там, здесь я молодец, а здесь, короче, я там не молодец, вот, да, я там сплоховал. Но, опять же, не с точки зрения того, что я ничтожество, все я там пойду, да, то есть а что именно полезное вы получили? Потому что, например, если вы снимали на открытой диафрагме и не попали по резкости, то в следующий раз вы явно будете за этим следить. То есть не заниматься самоедством и самокопанием, а просто делать правильные выводы. Где-то я увидел, да, там значок такой, как раз лопата перечеркнута, не компань себе. Мне больше нравится, что вдохновение все равно рассматривается, мотивация на вдохновение и отношение к этой ситуации, ко всем ситуациям, происходящим в нашей жизни, идет через призму фотографий. И фотоаппарат, да. И лес лопат, это когда мы сами закапываем, да, из себя и свои идеи. А, и кладбище отложенных идей, это вообще гениально. Это те самые идеи, к которым ты никогда не вернешься, да, потому что ты ее отложил. Но для этого есть уже замечательная книга, где можно вот действительно примусить в теплицу, потом там развивать. Где можно приобрести эту литературу? Ее сейчас можно приобрести у меня на сайте, можно приобрести в перемен магазин в Капитале. Вот, и я думаю, что буквально через недели-две она появится на Озоне и на Вайлдберрис уже. Хорошо, ну то есть, в принципе, доступ найти достаточно легко. А тираж печатный мне вот просто интересно. Вот этот тираж, он в начале был 2000, вот, но так как он быстро распродался, сейчас уже это второй. И вторые 2000, которые уже подходят к концу, то есть мы будем с дома допечатывать. Вот, это 2000 пока, то есть, ну вот. Ну и где-то я нашел тоже, по-моему, если я правильно помню, социальной сети, когда вы приглашаете на Джаникидзе, встретимся, поговорим. Если какие-то вопросы, я вам подпишу книгу, да, можно там взять сразу напрямую. Последние ли это ваши гениальные идеи, или будем приручать кого-нибудь еще в следующие ваши гниги? На самом деле, я надеюсь, что мы где-нибудь в декабрю, держим крестики. Да, да, я выпущу ежедневно для фотографа, то есть я сейчас разделила теории, это вот книжки, у которых будет вот такие вот, ну, большая картинка, вот. А практика, это будут маленькие картинки, то есть там будет вот такая обложка с кучей фотоаппаратов. Это будет ежедневник для фотографа, где будет тоже очень много заданий. И самое главное, я связалась с 12 мастерами нашими главными, вот, ну, по России, самыми известными фотографами. Они мне написали 5 идей, нет, они написали 5 фильмов, 5 книг и советы, и там будет, собственно, то есть. Вот, и приличная встреча, как я понимаю, вы делитесь, да, этим бесценным опытом, если что, что можно посмотреть. Вот эти 5 идей, здесь 5 идей, 5 идей здесь. Это очень классно. На самом деле, Анна, к сожалению, у нас время не такое большое, но это очень здорово, спасибо, мы прям интересные книжки, конечно, я бы сказал, что... Мы вдохновились, да, на прочтение. Еще разочек, у нас сегодня в гостях. Ана Маслова, фотограф и автор книг «Как приручить фотоаппарат» и «Как приручить вдохновение». Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо вам.